Коллеги, добрый день. Добро пожаловать на наш вебинар, который посвящен знаменательному событию, выпуску нового нашего продукта системы Axiod WMS-E5. Сегодня мы расскажем, собственно говоря, о том, на какой платформе он разработался, расскажем о его возможностях, о подходах к настройке и вообще о том, что послужило причиной появления такого продукта и как мы, собственно, позиционируем его на рынке. Этот вебинар проведем для вас мы, я, Артем Долгих, директор по развитию бизнеса компании Axiod и мой коллега Антон Дегтярев, аналитик департамента R&D, Research and Development, который, собственно, и занимался разработкой данной системы и подготовкой к ее выходу на рынок. Какой, собственно говоря, у нас сегодня план мероприятия? Сначала я не очень долго, но, тем не менее, расскажу о предпосылках появления этого программного продукта и о том, как, собственно, мы его позиционируем рядом с теми программными продуктами по автоматизации схода, которые у нас уже есть. После этого Антон расскажет о, собственно, технологической платформе, которая легла в основу данного продукта, о ее особенностях и о функциональности. Потом будет его рассказ о том, каким образом мы настраиваем этот продукт, какие есть возможности по параметризации и насколько это перекликается с тем, что мы уже знаем, с программными продуктами линейки X. И расскажет о принципах использования встроенного модуля, планирования потоков, о том, как это реализовано именно в системе Axiod WMS-E5. Значит, прежде чем рассказать о том, что стало причинами появления этого продукта и как мы его позиционируем, немножко история. Я не буду уходить там далеко, но тем не менее до 2012 года стоит вернуться. В 2012 году мы выпустили систему 1С WMS управления складом. Это была система WMS четвертого поколения. И уже практически сразу после ее выпуска нам стало понятно, что мы будем работать над системой, которая будет относиться к пятому поколению WMS-систем. Но подход мы выбрали несколько иной. Мы начали не сразу бросились в бой с разработки WMS-системы, а начали с разработки логистической платформы Axiod. Это такая сущность, которая позволяет определить объекты, которые распределены по системам, автоматизирующую логистику, таким образом, чтобы с одной стороны добиться единых правил именования объектов, единых событийных каких-то алгоритмов, но с другой стороны обеспечить отсутствие перехлестов между системами, чтобы бизнес-процесс к логистической цепи предприятия, переходя из системы в систему, ну там из системы управления транспортом в складскую систему, со складской в систему, в систему управления контейнером и терминалом, чтобы перехлестов не существовало, чтобы не возникало необходимости двойных вводов, не возникало дублирования какой-то информации. И все это стало основой логистической платформы Axiod. И уже определив эту платформу, мы приступили к разработке системы WMS-5 поколения, которую выпустили в 2018 году и получила наименование Axiod WMS-X5. Эта система была реализована на логистической платформе Axiod и на технологической платформе 1S-8.3. Еще не успев выпустить X5, мы уже начали работу над системой E5, которая в качестве методологической платформы занаследовала все правила и определения из логистической платформы Axiod, а в качестве технологического стека использовалась платформа NetCo. Что же стало причиной, почему мы вообще решили сделать, наверное, похожие в чем-то системы, так как методологическая платформа одинаковая, но разные с точки зрения технологий. И первым, самым, наверное, главным, что подтолкнулось вообще начать думать об этом, это была обратная связь от клиентов, когда мы чувствовали, что существует целая группа компаний, IT-стратеги которых ориентированы на иной технологический стек. Причин, на самом деле, много, и они разные, но ключевые из них были в том, что у кого-то уже имелись собственные команды специалистов, которые разрабатывали там не на платформе 1S. Некоторые IT-менеджеры исторически доверяли каким-то другим платформам, решениям на C++, решениям на Java, на том же NetCore, и не готовы были переплоферироваться в решениям на платформе 1S. Кто-то просто сомневался в возможностях систем. Связано было с разным. Кто-то говорил о недостаточной производительности, кто-то говорил об ограничениях в построениях форм, кто-то говорил про невозможности делать какие-то связанные клиенты. Но базово речь шла о том, что люди просто сомневались в возможностях решения на 1S. Ну, а кто-то вообще имел уже собственный опыт негативный, связанный с интеграцией систем на платформе 1S с роботизированным оборудованием. Все это, на самом деле, сравнивало достаточно большое количество клиентов, ориентированных на иной технологический стэк. Несмотря на то, что вот эта причина, она скорее больше там в плоскости субъективного чего-то находится, но тем не менее сбрасывать счетов ее было нельзя, и это значимый класс клиентов, мы посчитали, что это достаточная причина для того, чтобы задуматься о появлении системы на ином технологическом стэке. Но существует еще и объективная причина, и прежде чем ее озвучить, вспомнить, знаете, о чем? О том, что мы с этим сейчас сталкиваемся изо дня в день. То есть мы попали, как IT-компания, в очередной виток роста цен на IT-специалистов. По последним отчетам за 2021 год фод вырос в среднем на 20%. Все вы, наверное, сталкиваетесь с историей, связанной с тем, что дефицит линейного персонала на складских площадках увеличивается все больше и больше, и в настоящий момент времени многие игроки рынка говорят о 30% нехватке профессионала для работы на складских площадках. Помимо этого, есть факт, связанный с тем, что соседи по цепочке поставок для складов предъявляют все больше и больше требования к качеству того сервиса, который дают склады. И в первую очередь это связано с требованием к точности выполнения заказов, заявок, отправленных на складские комплексы. Эволюционное повышение этой точности, оно, наверное, уже пришло к своему тупику. То есть когда мы пытаемся выжать что-то из людей, дойти к 100% невозможно. И это побуждает всех начинать смотреть в сторону роботизированных технологий. И если какое-то время назад роботизированные технологии были чем-то недоступным для большинства компаний, то в последнее время доступность на самом деле становится действительно доступной. Простите за эту тавтологию. Робот приходит не только на склады каких-то корпораций, но и средний бизнес закрывает какие-то, может быть, не всю цепочку грузопроботки на складе, но какие-то локальные операции. И технологии, связанные с роботизацией, становятся доступными для большего количества компаний. Все это вместе, да, там, попытка сэкономить на IT-специалистах, попытка заменить дефицит линейных персоналов, попытка повысить уровень сервиса. Сейчас доступность роботизированной технологии приводит к тому, что вся индустрия складской грузопереработки имеет отчетливый тренд на автоматические склады, на роботизацию. И мы этот тренд почувствовали уже тогда, когда выпустили X5. И этот тренд был про то, что нужно к тому моменту, когда это станет массовым, прийти с системы, которая готова подхватить и возглавить складскую автоматизацию в том случае, когда большая часть бизнес-процессов на складе выполняется какими-то роботизированными историками. Таким образом, к моменту, когда мы приняли решение о начале разработки нашего нового программного продукта, значимым было две больших причины. Первая – это устойчивый процент клиентов, которые ориентированы на инвестиционный технологический стэк, и необходимость иметь решение, которое ориентировано в первую очередь на роботизированные высокоинтенсивные склады. Именно это стало побуждающими факторами для начала работы на E5. Работа длилась, мне кажется, 3 года. И сегодня нам есть о чем рассказать, есть чем я не скрываю похвастаться. И я передаю слово Антону Дегтяреву. Антон, попрошу. Добрый день. Дальше, собственно, наш фабинар будет состоять из моего рассказа про основные технологические возможности расширяемой системы, принципы работы и взаимосвязи, ее компонент, про методологию настройки и, в принципе, ее сходство и общность по отношению к тому, что мы делаем в рамках WMS X5 и про, собственно, систему управления материальными потоками, которая как раз предназначена для взаимодействия с роботизированным оборудованием, ее месте в контексте, вот, собственно, самого решения WMS E5 и основных принципов ее работы. После этого мы готовы ответить на интересующие ваши вопросы по функционалу, по архитектуре и так далее. Значит, начну, собственно, с основной информации. На данном слайде мы постарались в виде такой круговой диаграммы представить тот набор сервисов и компонент, который реализован в нашей системе Axelot E5. Собственно, мы исходим из микросервисной архитектуры, то есть каждый компонент предназначен для выполнения какой-то своей бизнес-задачи либо технологической задачи. И, собственно, все эти компоненты, они могут размещаться как централизованно на каком-то одном сервере, так и быть разнесены по различным узлам эти структуры или же, в принципе, даже не использоваться, если какие-то процессы на том или ином складе не задействованы. Вот. Здесь также важный момент заключается в том, что помимо, собственно, прикладной бизнес-логики, так как мы разрабатывали систему с нуля на платформе Netcore, мы еще и реализовывали некую технологическую платформу, на базе которой строится управление компонентами, какая-то балансировка нагрузки, взаимодействие их и так далее. Вот. С этого, собственно, я и начну. Двумя основными такими звеньями нашей системы являются, собственно, Data Manager и Cluster Controller. Cluster Controller — это компонент, который отвечает за взаимодействие друг с другом всех сервисов, управляет их перезапуском, управляет доступом, маршрутизацией и так далее. То есть это некое такое вот центральное звено, к которому все компоненты как типовые, так и нетиповые подключаются и получают информацию о других компонентах. Data Manager — это центральное звено, которое предназначено для работы с данными. При этом, в отличие от относительно классических систем, мы работаем с вычислениями in-memory. То есть, по сути, мы поднимаем всю объектную модель склада в память и работаем с ней там, что, естественно, ускоряет операции по чтению, по записи и так далее. То есть база данных в нашем случае используется только для логирования тех операций, которые мы успешно произвели. Все взаимодействие происходит, собственно, в памяти. И также здесь используется Redis как, собственно, такой оперативный кэш, с помощью которого мы можем работать с несколькими датменеджерами для того, чтобы они синхронизировали информацию друг к другу, и с помощью которого происходит взаимодействие с одним из сервисов, который предназначен для отчетности, внешних BI и печатных форм. О нем не проговорючи тоже. Собственно, на следующем круге нашей архитектуры представлены шины событий и сервис, который называется VH-Event Service, который как раз-таки отвечает за управление этими событиями. То есть здесь ключевой момент. Наша система работает по событийной модели, но которая исполняется в режиме реального времени. То есть здесь нет никаких отложенных запусков, каких-то регламентных событий и так далее. То есть у нас происходит некое событие, которое передается в шину, и дальше, в зависимости от того, кто на это событие подписан, сервисы, плагины, какие-то внешние компоненты, они это событие читают и быстро и моментально формируют на него какую-то обработку. То есть это могут быть события интеграционные, события, связанные с планированием заказов, с исполнением задач и так далее. То есть механизм подписок обработчиков, он, в принципе, методологически похож на X5, но существенно отличается принцип обработки. То есть здесь все построено на ношении событий и на мгновенном распространении этих событий. На следующем, так сказать, кругу изображены сервисы, которые предназначены для автоматизации тех или иных уже функциональных задач. То есть это сервис индикаторов, который в режиме реального времени мониторит складские запасы и может формировать задачи пополнения, уплотнения, то есть всего, что связано с изменениями остатков. Requirement Hub – это сервис, который управляет планированием по потребности. То есть он служит для планирования и анализа обеспеченности заказов на отгрузку, комплектации и, собственно, это основная его задача. Собственно, сервис File Storage предназначен для работы с файловой системой, то есть это прикрепленные какие-то объекты, изображения, PDF-ки, документы, то есть это, по сути, такой служебный механизм, который работает с диском, предназначен для поиска, сохранения информации. И два сервиса, они как раз-таки являются уже частью вот этого модуля работы со складскими потоками. Это Workflow Manager – сервис, который управляет бизнес-процессами, которые исполняются на технологическом оборудовании, то есть маршрутизирует объекты по конвейерам, сортерам и так далее. И, собственно, сервис-гувернер, который управляет уже взаимодействием вот этого Workflow Manager, оборудование и, собственно, той части, которая отвечает за исполнение задач на уровне складской системы. То есть, естественно, если на складе не используются какие-то из бизнес-процессов, то эти сервисы могут быть просто не запущены, не использоваться и никаким образом о себе не давать знать. И последний круг – это, собственно, то, с чем система взаимодействует с внешним миром. То есть это integration сервис, который может работать либо с какой-то интеграционной шиной, либо взаимодействовать через файловый обмен, через какие-то веб-клиенты и так далее. Это Print Manager, ну, собственно, как следует из названия. Это сервис, который предназначен для печати, то есть он формирует этикетки, печатные формы, взаимодействует с принтерами и так далее. Mobile Service несет в себе всю логику и принципы взаимодействия с мобильными клиентами. Здесь тоже важный момент, что протокол взаимодействия с мобильным клиентом у нас на текущий момент унифицирован между X5 и E5, и, по сути, конечные пользователи, которые работают с терминалами сбора данных, они видят абсолютно одинаковый интерфейс, они видят общий подход к исполнению задач, и там, по сути, просто настройка, которая определяет, к какому типу сервиса мы подключаемся, к X5 или к E5. И UI-сервис — это сервис, который предназначен для работы с пользовательским интерфейсом. Значит, здесь тоже важный момент, на который стоит обратить внимание. Мы работаем через веб-клиент, то есть, по сути, весь наш интерфейс, он исполняется в браузере, это либо Chrome, либо Safari, либо Internet Explorer, и не требует вообще установки какого-либо программного обеспечения на рабочей станции. То есть, по сути, запускается браузер, происходит аутентификация на нашей стартовой странице, и весь функционал, собственно, доступен и исполняется именно там. И еще два сервиса, которые предназначены для работы уже с внешним миром, это, собственно, Hardware Manager. Это подсистема для работы уже непосредственно с оборудованием. Она включает управление драйверами, отправку команд на устройство, то есть она уже общается на низком уровне с контроллерами, с сортерами, роботами и так далее. И, собственно, система, которая отвечает за наш BI, это Data Mart Service. Она работает с так называемыми витринами данных. То есть в нашей концепции мы исходим из того, что основная база, она предназначена для быстрой оперативной работы. Часть объектов, в принципе, отсутствует в базе данных. Она находится исключительно в кэше или в памяти. А для того, чтобы работать пользователем с какой-то аналитической отчетностью, с сложными запросами, которые не должны, в принципе, нагружать основную систему, предназначена вот эта вот функциональность витрин. То есть витрина, по сути, это одна либо несколько отдельных баз данных, которые из основной системы передаются уже в пригодном для формирования простых, там, SQL-запросов, данные, с которыми могут работать пользователи, аналитики, либо, в принципе, которая может лежать в основе какой-то внешней BI-системы. То есть в данном случае это просто обычный подключаемый OBD. Вот. Также относительно поддержки различных с OBD. Мы на текущий момент работаем с MS-SQL либо Postgram. Соответственно, на базе этих с OBD может быть реализована как основная база, с которой мы работаем, так и база данных витрин. Вот. И еще очень важный момент, который касается, собственно, подхода к расширению функциональности. То есть в самом центре есть еще некий компонент, который мы называем, собственно, нашим плагин-менеджером. То есть расширяемость системы, она происходит в двух направлениях. Первое – это когда заказчики могут формировать и разрабатывать какие-то собственные микросервисы, которые будут стоять в стороне и получать из нашей системы события. То есть, к примеру, необходимо сделать интеграцию с какой-нибудь отдельной внешней системой, с курьерской службой, с каким-то производственным оборудованием самостоятельным и так далее. Заказчик может разработать свой сервис, подписать его на нашу шину событий и, собственно, использовать его в контексте нашего общего решения, но с учетом дополненной функциональности. То есть это не какое-то одно общее монолитное расширение, где пишется все, что отличается от базовой логики. Это набор небольших распределенных сервисов, каждый из которых отвечает за свою какую-то бизнес-задачу. И второй подход, он как бы не менее гибкий – это управление плагинами. То есть плагином мы можем перекрыть практически любую типовую логику системы. То есть сделать какой-то нестандартный алгоритм планирования того же отбора или размещения. Мы можем сделать полностью какой-то свой механизм, какие-то произвольные операции. Плагинами мы можем перекрывать поведение пользовательского интерфейса, то есть формировать какие-то новые объекты управления, какие-то новые окна и так далее. И плюс использования плагинов в том, что обновляются они практически на лету. То есть мы можем при работающей системе подкинуть новую версию плагина, и сразу она начнется исполняться. То есть все, что связано с этим, она происходит очень бесшовно и быстро, незаметно для пользователей и очень удобно. В том плане, что мы можем без модификации ядра системы перекрывать практически всю бизнес-логику, если мы имеем в этом некую потребность или необходимость. Ну и, соответственно, собирать или не собирать кто-то или иной проект, опять же, зависит от того, что мы хотим на выходе получать. Вот это, наверное, такие основные моменты, которые касаются принципов работы. То есть здесь главный момент подытожу, что система – это не монолитное приложение, это набор сервисов, каждый из которых решает свою задачу. Система очень просто и легко расширяема за счет разработки собственных сервисов и за счет использования плагинов. Ну и, собственно, все это может быть территориально распределено по IT, инфраструктуре предприятия, и использоваться могут только те сервисы, которые нужны. Ну и, соответственно, тоже еще один важный момент, что все это масштабируемо. То есть при необходимости мы можем использовать несколько сервисов одного и того же типа для того, чтобы распараллилить нагрузку. То есть, к примеру, мы говорим о каком-нибудь сервисе индикаторов, каждый из которых работает с каким-то своим подмножеством ячеек и, собственно, оперирует только им. То есть горизонтальное масштабирование, оно здесь тоже присутствует. Значит, следующие слайды, они посвящены, собственно, концепции пользовательского интерфейса, методологии настроек. И здесь я бы хотел сделать акцент на общность интерфейса с WMS X5. То есть, несмотря на то, что все это работает в режиме веб-клиента и выглядит немножко по-другому, естественно, потому что это другая платформа, другой UI, но, тем не менее, все объекты, все термины и весь подход к настройкам, он полностью идентичен. То есть мы исходим из того, что конечный пользователь или человек, который занимается настройкой и внедрением системы, он оперирует теми же сущностями, теми же объектами, как они представлены, собственно, в экспрессе. То есть мы работаем с той же событийной моделью, мы работаем с механизмами, стратегией, алгоритмов и условиями, которые предназначены для планирования наших статистических процессов. Мы работаем с аналогичной событийной моделью, которая только исполняется с использованием шины событий немножко иначе. И мы работаем с теми же сущностями. То есть если мы обратим внимание на основные объекты, то именование, свойств, формы, они, в принципе, все выглядят максимально приближенным. То есть таким образом мы исходим из того, что задачи внедрения и задачи использования системы, они не должны вызывать какой-то сложности, вызванной тем, что мы используем другой технологический подход. Есть, тем не менее, ряд моментов, которые отличаются. Вот, в первую очередь, это работа с печатными формами, работа с отчетностью, где мы не используем какие-то встроенные механизмы, а работаем, собственно, в том числе с внешними компонентами. То есть это паст-репорт, который используется для отчетных печатных форм. Он вызывается из нашей системы и также позволяет в графическом режиме настраивать макеты, настраивать этикетки, разрабатывать какие-то печатные документы, работать с SQL-запросами для формирования некой отчетности и, собственно, выводить все это на принтеры. Что касается списков документов, наименования под систем, это те же самые основные сущности, то есть заказы на отгрузку, заказы на комплектацию, рейсы, та же самая модель управления статусами, жизненный цикл складских задач и документов. Он как бы методологически очень сильно похож. Значит, вариант, точнее, следующий слайд, он посвящен, в принципе, логике взаимодействия складской системы с модулем управления материальными потоками и особенностями его работы. То есть на вот этой вот картинке мы видим, что существует, по сути, два варианта взаимодействия складской системы с роботизированным оборудованием. Первый вариант – это когда система изолирована от ВМС-системы и работает отдельно. Ну, собственно, это вариант, который изображен слева. То есть этот вариант может использоваться при работе с ВМС-XLTX5. Второй вариант, который изображен справа, это когда мы говорим об общем контуре, который, по сути, не требует какой-то специальной интеграции, то есть это все построено на одних и тех же объектах. Это когда система управления материальными потоками, она непосредственно встроена в ВМС, работает с теми же задачами, с теми же справочными объектами, но включает в себя вот эти вот дополнительные сервисы по управлению оборудованием, то есть по работе с драйверами, по работе с бизнес-процессами и так далее. Вот, в контексте ВМС-XLTX5 мы как раз-таки используем тот вариант, который у нас изображен справа, то есть когда все эти сервисы, они являются неотъемлемой частью нашей системы, они являются каким-то внешним решением, с которым мы интегрируемся. То есть это снижает и сложность поддержки такой системы, это как бы единый функциональный блок, и не требует разработки каких-то дополнительных механизмов. То есть это все работает с той же базой, с той же шириной событий, с теми же объектами, с общим пользовательским интерфейсом и так далее. Теперь расскажу более подробно относительно вот этого вот модуля по работе с технологическим оборудованием. То есть если мы говорим про ВМС как систему управления складом и вот этим модулем как систему управления технологического оборудования, то мы говорим о двух уровнях абстракции. То есть с точки зрения склада у нас может быть перемещение какого-то материального объекта из одной ячейки в другую ячейку. И склад, он по сути как бы управляет вот этим с точки зрения топологии. При этом, когда это перемещение будет выполняться каким-нибудь роботизированным оборудованием, то оно на самом деле может идти через цепочку каких-то точек и может исполняться в принципе абсолютно разным оборудованием. То есть, к примеру, вот на этой схеме изображено несколько типов оборудования. То есть один из графов – это, собственно, коробочный конвейер. Это синенькая вот эта вот деталь. Это роботы-укладчики, которые занимаются переполитированием. И палетный конвейер, который, собственно, формирует отвод уже палет, готовый с полетированной продукцией. И мы говорим о том, что на уровне взаимодействия с технологическим оборудованием мы контролируем каждый шаг. То есть мы формируем задачи на перемещение объекта из порта в порт B, при этом как бы с точки зрения системы верхнего уровня это является частью какого-то одного большого глобального перемещения, которое пришло нам в виде задачи. И здесь тоже какой важный момент. Мы описываем здесь оборудование с точки зрения некой абстрактной модели. То есть мы говорим, что оборудование есть порты. Это некие сущности, с помощью которых оно взаимодействует с внешним миром. То есть туда мы можем класть какие-то объекты, оттуда мы можем забирать какие-то объекты. И в портах мы можем производить манипуляцию над объектами. То есть менять их свойства или какие-то параметры. И, по сути, все взаимодействие с объектами, которые мы передвигаем, оно строится на наборе базовых команд, которые на уровне workflow, бизнес-процесса, они даже не зависят от того, с каким типом оборудования мы работаем. То есть у нас есть задача переместить объект, мы его перемещаем. А уже на уровне исполнения это может происходить через несколько устройств, которые должны взаимодействовать друг с другом. Соответственно, основные сущности, которыми мы оперируем вот в контексте модуля управления материальными потоками, это технологическое оборудование, как я уже говорил, то есть это типы оборудования, это единицы оборудования, и это порты оборудования, каждый из которых обозначается определенным типом, то есть для чего он используется, входящий, исходящий, транзитный и так далее, и наборами ограничений, то есть какие сущности мы можем на этом оборудовании обрабатывать, короба, палеты, штучный товар и так далее. Собственно, как я уже ранее говорил, здесь реализован такой базовый набор команд и общая методология управления всеми материальными потоками. То есть в качестве объектов могут поступать как товары, так и какая-то технологическая упаковка, поддоны, подложки и так далее. И к каждому объекту мы можем применить какую-то базовую команду. То есть поставить объект, изъять объект, уничтожить объект или сформировать новый. И, по сути, вот даже сложные бизнес-процессы, связанные с маршрутизацией изделий по конвейеру, с управлениями, роботами-укладчиками, сортерами, они декомпозируются до набора базовых и простых команд, которые мы прописываем в виде некого алгоритма. То есть, условно, если загружено такое оборудование, то мы отправляем короб на него. По факту прибытия короба мы отправляем команду-укладчику для того, чтобы он его взял, потом поставил. При возникновении дефицита тары мы формируем команду на подвоз по конвейеру каких-то бустых поддонов и так далее. И вот Workflow Manager, он позволяет настроить вот этот набор команд с помощью достаточно простых операций. То есть, и настроить, и осознать, и проверить. Вот. И, как бы, как я уже говорил, для складской системы это все может быть какой-то одной общей исполняемой задачей. То есть, здесь мы, в принципе, видим вариант настройки уже складской очереди задачи. Когда мы говорим, что задача, в данной очереди, исполняется с помощью автоматического оборудования, я означаю, что все дальнейшее перемещение, оно будет происходить уже вот с учетом вот этого модуля управления материальными потоками, а не с учетом привлечения каких-то пользователей. Вот. Здесь, если подытожить всю информацию относительно вот этого модуля, здесь главное, что он встроенный, что он бесшовно взаимодействует со всеми объектами складской системы, обладает общим интерфейсом, общими событиями, общими справочниками, и, по сути, является неотъемлемой частью складской системы, которая позволяет ее использовать на роботизированных складах без необходимости добавлять и использовать еще какое-то стороннее внешнее ПО. То есть драйвера, которые, собственно, предназначены для взаимодействия с оборудованием, они уже являются более-менее кастомными, пишутся под каждое железо, вот, и также там в виде плагинов могут вноситься в общий проект и исполняться при необходимости выполнить команду тем или иным оборудованием. Вот, значит, что касается этой части, здесь, пожалуй, мы закончим. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.